Всем привет, с вами Ронайтмейр. Хотя глич с логотипами банд еще и актуален, но у некоторых вызвал много вопросов, поэтому я нашел для вас более простой соло глич на деньги в GTA Online путем копирования машин. Для глича нам понадобится бункер с ПКП, в котором есть автохранилище, ночной клуб с гаражом или гараж арены, также нам понадобится офис. Итак, первым делом мы прогружаемся в нашем бункере в сессию по приглашениям со свободным прицелом, а в ПКП у вас должна стоять машина, которую вы будете копировать. Мы выгоняем машину из ПКП и меняем костюм, чтобы закрепить сохранение. Об этом будет свидетельствовать оранжевый кружок в правом нижнем углу. После этого выходим из бункера и открываем карту. Дальше воспользуемся телепортации по заданиям. Находим ближайшее к вашему офису задание и запускаем его, нажимая кнопку квадрат. После того, как вы прогрузились в лобби задания, вы нажимаете клавишу PlayStation и выбираете любого игрока с другим типом прицела. Присоединяйтесь к нему. Принимаете первое черное сообщение и отклоняете второе. После того, как вы оказались на ногах, вы бежите в свой офис. Когда вы оказались в офисе, вам необходимо зажать сенсорную панель, чтобы активировать меню взаимодействия и выбрать изменение декора офиса. Далее выберите любой декор, кликнув один раз на клавишу X, тем самым вы запустите превью декора. После этого нажимаем на клавишу PlayStation дважды, чтобы вернуться к игроку, к которому вы коннектились до этого, и снова присоединяемся к нему. Принимаем первое черное сообщение и отклоняем второе. Далее заходим в меню паузы и выбираем набор преступной организации и возвращаемся в игру. Далее снова открываем карту и запускаем любое синее дело, для того, чтобы получить ошибку о невозможности запуска. После этого повторно открываем карту и находим ближайшее к нашему ночному клубу или мастерской арены задание и запускаем его. Дважды тапаем на клавишу PlayStation и снова коннектимся к человеку, к которому коннектились до этого, либо к любому другому, у которого стоит другой тип прицела. Опять принимаем первое черное сообщение и отклоняем второе. После того, как вы оказались на улице, бежите к вашему ночному клубу или мастерской арены и подходите вплотную к воротам, так как фиолетового маркера вы можете не увидеть и заходите на этаж, где у вас стоит бесплатная легия. Далее садитесь в неё и жмёте кнопку газа. Если до этого вы все сделали правильно, то вы окажетесь на улице на ногах. Вы доставите телефон и заказываете любой вертолёт Pegasus. После того, как вертолёт появился на карте, вы телепортируетесь к ближайшему к вертолёту заданию таким же образом. Опять коннектитесь к человеку с другим типом прицела, принимаете первое черное сообщение и отклоняете второе. Когда вы вернётесь в игру, вы увидите, что у вас вертолёт прогрузился. Далее вы в него садитесь и летите на вертолётную площадку своего офиса. Как только вы поставите вертолёт, зажмите кристаллину вниз и выберите любого персонажа из сюжета. И когда возникнет чёрное сообщение, отклоните его. Вы окажетесь внутри вертолёта, далее отходите от него и ещё раз открываете карту и телепортируетесь к ближайшему заданию уже у бункера. Затем опять нажимаете клавишу PlayStation дважды для того, чтобы выбрать человека с другим типом прицела, снова к нему коннектитесь, принимаете первое черное сообщение и отклоняете второе. Далее всё, что вам останется, это добежать до своего бункера и вы увидите внутри свою машину. Садитесь в неё, но не заезжайте в ПКП, а забегите сначала в него и пробегите насквозь, только после этого заезжайте уже на машине. Когда вы подъедете к ПКП, нажмите крестовину вправо и подтвердите замену транспортного средства. Оригинал окажется в вашем ночном клубе или мастерской арены, а копия останется в ПКП. Это легко проверить, если попробовать заказать ещё одну легию в полный гараж. Полное выполнение глича займёт у вас не более 5 минут и не потребует от вас попадания в какие-либо тайминги. Это очень простой глич на копирование машин. А с вами был RuniteMayer, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайки, комментируйте и всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова